Рэм, покажи нам, как разогреть голос. Доброе утро, Волк, с вами BTS. Добро пожаловать на съемки. Южно-корейский бойс-бенд BTS мега популярен на родине, а за ее пределами достиг вершин, которые не покорились ни одному артисту страны утренней свежести. Концерты коллектива проходят с неизменными аншлагами. Поклонницы выстраиваются в очереди за автографами. А творчество коллектива притягивает все больше внимания меломанов по всему миру. Биография звездной корейской группы началась в 2013 году. Решающую роль в создании коллектива, получившего название Bangtan Boys, сыграли звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment и ее основатель Pansy Heck. В состав вошли семеро парней – RM, Чин, Сюга, Джейхоуп, Пак Чи Мин, Ви и Чон Джунгук. Лидером BTS стал RM, автором многих песен BTS. Ранее прославившийся как сольно выступающий рэпер Rap Monster, участников мужского коллектива подбирали на протяжении 2011 и 2012 годов путем прослушиваний. Состав не раз менялся, но в 2012 стал таким, каким поклонники знают BTS сегодня. За полгода до первого выступления Боисбенд появился в соцсетях. В Твиттере участники наладили связь с потенциальными фанатами, анонсировав скорое появление на сцене. Позже группа завела официальные страницы в Инстаграме и Фейсбуке, на которые сегодня подписаны миллионы фанатов, отслеживающих жизнь фаворитов. В аккаунтах BTS регулярно появляются свежие фото с выступлений и отдыха участников, анонсы клипов и концертов. Ожидаемый дебют BTS, разогретый анонсами публика, увидела в 2013. Каверы первых песен музыканты выставили на свой YouTube-канале и онлайн-платформе SoundCloud за несколько месяцев до появления в радио и телеэфирах. Летом 2017-го коллектива появился новый логотип. Чтобы стать ближе к европейской и американской публике, группа изменила расшифровку названия. Bangtan Boys, переводя на английский язык, стал звучать как Beyond the Scenes, сокращенно BTS. Имена части участников были сценическими псевдонимами. Настоящее имя Сюги – Мин Юнги, Ви – Ким Тэ Хён, Чина – Ким Сон Чин, Рэм – Ким Нам Джун, Джей Хоуп – Чон Хо Сок. Лучше всех остальных поклонники знали андерграундного рэпера AppMonster, получившего первую популярность до появления культового корейского бойсбэнда. Рэперская биография была и у второго участника BTS – Сюги. Что касается Чина, то он был студентом университета, а Джейн Хоуп и Чимин – танцовщиками. Вместе с Ви Чимин учился в корейском Arts Night School. Дебютный альбом группы из так называемой школьной трилогии School of Affair появился летом 2013 в формате CD. Первенец BTS оказался более чем успешным и выиграл ряд престижных азиатских премий в 2013-14 годах. В 2014 появился третий мини-альбом трилогии и песня Boy in Love. Текст стал мега популярным. Группа записала на него яркий клип. А диск занял третью ступеньку в американском чарте Billboard. Летом того же года бойсбэнд участвовала в фестивале «Мост в Корею», который проводился в России с целью укрепления туристических связей между двумя странами. Они дали небольшой концерт и выступили как судьи в танцевальных соревнованиях K-pop Cover Group. На излёте лета в августе корейцы отправились в Лос-Анджелес на фестиваль Capcon. В феврале 2015-го музыканты гастролировали по Японии, дав концерты в Токио и Осаке, а весной BTS отправились в тур по крупным городам Кореи. В то же время певцы презентовали третий мини-альбом, на тот момент единственный из корейских, который попал в топ-27 лучших альбомов американского телевизионного канала FUZI. В ноябре в трёхдневном турне музыканты презентовали трек One и стали официальным представителем бренда Puma. Популярность бойс-бенда выросла настолько, что на ежегодные премии MAMA Net Asian Music Awards в 2015-м группа удостоилась приза в категории «Лучший мировой перформер». 2016-й год ознаменовался для многомиллионной армии фанатов приятным сюрпризом. Дискография группы пополнилась двумя альбомами. Первый из них, Ив, стал вторым японским диском коллектива и попал на вершины чартов «Страны восходящего солнца» сразу после выхода. В первый день поклонники раскупили 44 тысячи копий. Второй, состоящий из 15 треков и названный Wings, лидировал в iTunes почти 30 стран и стал событием номер один на родине музыкантов. Спустя несколько дней после презентации Wings взлетел на вершину мировых альбомов и сингловых чартов и возглавил Social 50. В феврале 2017-го музыканты представили публике расширенное издание топового альбома с заглавным синглом Spring Day. Композиция пробилась на вершине восьми популярных чартов страны и в первый день после релиза набрало 9 миллионов просмотров, установив рекорд среди коллективов Кореи. В августе 2017-го года команда представила фототизер к драмному проекту трилогии Love Yourself – третьему студийному альбому BTS. В мае 2018-го состоялась премьера второго мини-альбома трилогии с главным синглом Fake Love. Популярность корейского мужского коллектива открыла двери на заседании ООН, где BTS выступили с речью о необходимости остановить насилие. Ким Нам Джун, на тот момент единственный англоговорящий представитель группы, привлек внимание к вопросу «Люби к себе», рассказав трогательные моменты из личной биографии и взаимодействия с поклонниками, которые не раз признавались, что музыка очень влияет на их состояние. Именно это подтолкнуло участников коллектива вкладывать в тексты определенный посыл, дающий позитивное вдохновение молодому поколению. Музыканты взяли на себя ответственность, которая вышла за пределы творчества. Компанию Love Myself, к которой присоединились BTS, проводил Юнисеф. Вокалисты группы не только отлично пели, но и двигались. Каждый их номер на сцене – маленькое шоу, поэтому членов коллектива охотно приглашали в качестве судей на хореографические телепроекты, оценивать танцы конкурсантов парни из BTS могут профессионально, ведь половина группы – виртуозы в этом деле. Весной 2018 года BTS представили альбом Love Yourself Tear, ставший лидером американского чарта Billboard 200, что сделало группу первой в истории корейского шоу-бизнеса, достигшей такого успеха. Летом вышло переиздание диска под названием Love Yourself Answer и трек Idol. Мгновенно стал лидирующим в чартах более чем в 60 стран мира. За первые сутки ролик на него на платформе YouTube был просмотрен более 45 миллионов раз, что побило рекорды девушек из группы Blackpink и даже ранее непревзойденного PSY. По версии поклонников, зажигательная музыка, посыл текста и яркие наряды участников клипа сделали сингл один из самых запоминающихся в карьере группы. Осенью лица талантливых парней украсили обложку американского таблоида Time. Журнал поставил портрет музыкантов, сновдив лестным заголовком «Лидеры следующего поколения». Президент Кореи упомянул группу «Поздравительные речи в честь наступающего нового 2019 года», назвав BTS, среди прочего, «Почему граждане Европы и Америки проявляют интерес к культуре страны». Коллектив получил от правительства орден за заслуги в культуре, побив рекорд и тут. Музыканты оказались самыми молодыми обладателями награды. Вручение ордена музыкальной группы объяснялось не только известностью, которую BTS принесла в стране, но и вкладом в развитие Кореи. Ежегодно музыканты вливают в экономику государства 3,63 миллиарда долларов. СМИ страны неоднократно писали об эффекте BTS, когда сотрудничество с бойсбендом увеличивало доходы и рост акций компаний. В начале 2019-го прибыль музыкального коллектива превысила 60 миллионов долларов. В феврале 2019-го артисты посетили 61-му церемонию музыкальной премии Грэмми, став первой корейской группой в истории мероприятия. Весной 2019-го года парни представили шестой мини-альбом «Map of the Soul Persona». В апреле диск вышел на первую ступеньку хит-парада Billboard Hot 100. За последние 20 лет это первая группа, которой удалось менее чем за год трижды оказаться на лидирующей позиции. В истории американского хит-парада подобно удавалось только знаменитому рок-квартету «The Monkeys» в 1967 году и легендарным «Beatles» в 1995-1996 годах, когда три ревиза архивных сборников «Онтология» заняли три первых места менее чем за год. Пандемия, набравшая обороты в 2020 году, положила конец второму запланированному мировому студенному туру «Map of the Soul 2». Но в июле BTS порадовала фанатов очередной пластинкой. Сборник под названием «Map of the Soul 7 – The Journey» включил в себя 13 треков, однако по-настоящему прогремел англоязычный сингл «Dinami», Вышедший через месяц и мгновенно ставший хитом. Видео на песню только за первые сутки набрало более 100 миллионов просмотров. Культовая группа на протяжении долгого времени выпускала собственное шоу «Run BTS». В его границах парни не только дурачились и шутили, они проверяли собственные страхи, попробовав банджи-джампинг, учились готовить, состязаться в играх, проявляли по-настоящему товарищеское участие друг к другу и укрепляли уверенность зрителей в сплоченности коллектива. Еще один рейтинговый проект группы реалити-шоу «Bon Voyage – Bangtan Boys» это увлекательный и искрометный видеоотчет о приключениях и путешествиях музыкантов по Северной Корее, по Северной Европе, без менеджеров и стилистов. Комедийный проект о том, как ребята преодолевают трудности и справляются с вызовами, собирал у экранов миллионы телезрителей. В 2018-м вышел документальный фильм о творчестве BTS – «Burn the Stage – The Move», снятый режиссером Пак Джун Су. Лента о Тайп-Битээс Лайв-трилогии эпизод 3 – «The Wings 2» 2017-го получила такую огромную популярность в прокате, что ее запускали в повторный показ несколько раз. В январе 2019-го зрители увидели премьеру концертной ленты BTS – «Bring the Soul – The Move». На протяжении месяца картину показывали в 90 странах мира. Трогательные кадры, эмоциональные подготовки музыкантов к концертам, их реакция на зрителей и обратная связь с фанатами, показанная в ленте, не оставили равнодушными ни корейских, ни иностранных поклонников. Грустную нотку внесли эпизоды о травмах, которые участники получили в ходе сменяющих друг друга концертов и путешествий. В начале 2019-го бойсбенд удивил и порадовал фанатов, опубликовав первую часть веб-комикса «Save Me». В том же 2019-м фанаты группы с ликованием встретили выход книги «Эдриана Бесли. BTS. Биография группы. Покорившая мир», где было описано триумфальное восхождение корейского бойсбенда на олимп мировой славы. Сколько зарабатывают участники группы BTS и куда тратят свои миллионы? За последние четыре года музыканты стали обладателями нескольких престижных международных премий. Артист года по версии Asian Music Awards, лучший артист в социальных сетях от Billboard и прочее. Основные источники дохода – выступления. Наиболее масштабным и прибыльным стал мировой концертный тур «Love Yourself». Музыканты выступили в странах Северной Америки, Европы и Азии. По данным рейтинга Billboard за один вечер они получали не менее 7 миллионов долларов. Гонорар за шесть концертов, проведенных в США, составил почти 45 миллионов долларов. Альбомы на сегодняшний день насчитывается 7 полноценных студийных работ и несколько мини-альбомов. Информации о роялите со стриминговых сервисов и о продаже музыкальных сборников в достоверных источниках нет. Документальные фильмы о концертах группы. Кассовые сборы проекта Burn the Stage составили 18,5 миллионов долларов. А BTS Love Yourself Tour in Seoul – 11,7 миллионов долларов. Мобильное приложение BTS World. Видеоигра, созданная в формате квеста, пользуется популярностью у фанатов. Реклама Coca-Cola, Hyundai и Puma. Условия рекламных контрактов являются коммерческой тайной. В 2020 году южнокорейский бойсбенд BTS включили в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Артисты впервые оказались в рейтинге Forbes и сразу на 43-й строчке. Журнал оценил доход группы в 57 миллионов долларов. У каждого из участников свой доход, который зависит от степени вовлеченности в проект. Например, музыканты, которые участвуют не только в записи песен, но и в написании текстов или аранжировки, получают больше. Информация о том, сколько зарабатывают участники группы BTS, держится в секрете. В интернете пишут, что самый большой доход у Джейн Хоупа – 12 миллионов долларов. Шуга, Че Мин, Ви, РМ, Джин, Чонгук получают по 8 миллионов долларов. И это только часть их состояния. Как же члены BTS зарабатывают и тратят свои деньги? BTS накопили свое состояние за счет музыки, продажи альбомов, концертов, товаров и торговых марок. Их альбом Map of the Soul Persona, выпущенный в апреле 2019 года, был продан тиражом около 3,4 миллионов экземпляров в месяц и установил рекорд в Южной Корее. Они также заключили сотрудничество с брендами Coca-Cola, Hyundai и Puma. Кажется, группа превращает все, к чему прикоснется, большой успех. BTS приносит экономике Южной Кореи более 3,6 миллиарда долларов в год. Они увеличили популярность Южной Кореи, способствуя росту туризма. По оценкам, 80 тысяч туристов выбрали Южную Корею в качестве местного назначения из-за BTS. Их популярность также повысила привлекательность южнокорейских продуктов, одежда, косметика и продукты питания. В частности, eBay увидела рост продаж товаров благодаря BTS. Прогнозом, в ближайшие 10 лет, их экономическая стоимость составит 37 миллиардов долларов. Как же члены самой богатой группы K-pop тратят свои деньги? Хотя они живут в особняке, у некоторых из них есть свои квартиры. По сообщениям, Джин потратил 1,7 миллионов долларов на свою квартиру в Хан-Хилл. Джин Хоуп и Чунгук также купили апартаменты в сеульском Forest Tree Mage. Шуга приобрел квартиру за 3 миллиона долларов в районе Хан-Нам в конце 2018 года. Мальчики также известны своим неповторимым стилем, хотя знаменитости часто получают спонсорскую поддержку от брендов класса люкс. А идолы не принимают подобные сделки, а выбирают бренды, которые они действительно хотят носить. Любимые бренды ребят – Supreme, Gucci, Givenchy и Master Mint. Там каждая вещь стоит от сотни до тысячи долларов. В дополнение к роскошной жизни у некоторых участников есть экзотические домашние животные. У Джина в настоящее время есть лейцистический сахарный пламер. Его стоимость где-то от 1500 до 2500 долларов. У других участников есть более простые домашние животные. У Ви, например, есть 4 собаки и 1 кошка. У Шуги есть игрушечный пудель по имени Холли. Игрушечные пудели могут стоить 1000 долларов в зависимости от пола и шерсти. Несмотря на то, что BTS – активный образ жизни, а идолы часто скромны и не выставляют на пока свои состояния. Участники часто жертвуют деньги благотворительным организациям, в том числе приютам для животных и детским медицинским фондам. Группа BTS на современном этапе. Сейчас музыка и песни BTS продолжают завоевывать вершины шоу-бизнеса. Хотя весна 2021 года началась с разочарований для фанатов и участников, мечтой которой было получение престижной премии Грэмми. Группа посетила мероприятие, проходившее в Лос-Анджелесе, но была заявлена с треком «Динамит» лишь в одной категории «Лучший поп-дуэт» групповое исполнение. И уступила коллегам дуэты Леди Гага и Арианы Гранде, исполнившим «Rain on May». Тем не менее, мировой интерес коллективу продолжил неукоснительно расти. А на западе BTS обосновались уже довольно прочно, что подтверждали их коллаборации с американскими звездами. Популярной стала и выпущенная совместно с Coldplay песня «My Universe». К тому же треки группы вошли в ряд самых популярных мировых хитов на стриминговой платформе Spotify. Интересные факты о группе. В сотрудничестве с Line Friends Creators участники BTS разработали линейку персонажей под названием BT21. Каждый музыкант кропотливо рисовал эскиз, вкладывая в него фантазию и частичку души. Впоследствии с мультяшными героями были сняты мини-фильмы. По ним выпускались игрушки. Их образы послужили украшением для одежды, канцелярских принадлежностей и предметов обихода. Артисты признались в интервью, что в свободное время ребят смотрит аниме. Ви предпочел продукции студии Гибли Амин Юн Ги «Приключения корейского пингвиненка Поро Ро». В 2021 году лидер Южной Кореи Мун Джа Ин назначил музыкантов BTS посланниками президента по вопросам будущего поколения культуры. Официальная церемония состоялась в Голубом доме. Участникам группы были вручены соответствующие свидетельства, подтверждающие назначение. Дипломатические паспорта, которые позволяют посещать ряд стран без виз. И ручки в качестве памятного подарка. Фэндом BTS носит название ARMY. Считается одним из крупнейших в мире. Известно, что у него входят даже голливудские звезды. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимает много времени и сил. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также в описании ссылка, можете подписаться на мой второй канал. С вами не прощаюсь и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok